Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 апреля. Вот позавчера я снимала видео, когда сказала, что пора уже выращивать рассаду огурцов для теплицы. И рассказывала по срокам, когда кому нужно в середине апреля начинать выращивать, а кому возможно в начале мая, что это зависит от возраста рассады, в каком вы будете высаживать. Вот у меня для получения супер раннего урожая, несколько кустиков зазули и насти уже вот в таком состоянии, с двумя листиками. Ясно, что это будет первый урожай, но в минимальном количестве. А сейчас я замачиваю семена уже массово для выращивания в теплице. Про открытый грунт еще даже речи нет, но для теплицы вот сейчас уже замочу. Я сейчас уже замочила и расскажу вам, какие сорта я выбрала, почему выбрала именно эти сорта и какие, ну как я могу посоветовать вам тоже. Вот смотрите, у меня сейчас уже замочены Кураж, Шоша, Изумрудные Сережки, Король Рынка, Внучок, Гейша Настя. И еще сейчас я замочу, не хватило пока крышечек, не нашла еще Герман, Сибирский Многодетный и Суздальский. Все, это те самые партенокорпические, которые без вшел. В сторону я отложила, вот у меня смотрите, первая партия была, это вот Зазуля Настя, который минимальный. Вторая волна у меня вот эти вот для теплицы. Третья волна будет для открытого грунта, то есть все сортовые, вот парижский корнишон, пальчик я убрала. На потом, еще через полмесяца, может быть даже через три недели. И все вот эти вот F1, но которые закусочные, засолочные, на которых написано, что это пчела опыляемый. Где-то вот он, ага. Я тоже все убрала, то есть гибрида гибридом рознь. В первую очередь я посеяла гибриды, но те, которые не требуют опыления. А все, которые идеальны для засолки маринования и хрум-хрум, будем высаживать позже. Но даже из этих гибридов, которые я сейчас замочила, они тоже разные. Вот смотрите, если Настя и внучок, я говорила, что это у меня проверенные годами сорта, я их высаживаю каждый год. В этом году вот внучок ко мне приехал даже из Москвы, потому что не могла здесь найти. Но все равно я хочу его выращивать, буду выращивать каждый год. Это проверенные сорта. Вы видите, они все с пучковыми завязями, они все без образования, без применения, без помощи пчел, короче, могут образовываться. Эти сорта, которые я уже знаю, которые по моему совету в прошлом году люди некоторые посеяли, вырастили, они тоже ими довольны. Но есть еще сорта, которые я нынче посеять хочу по рекомендации. Вот когда позавчера я говорила, что мне посоветовала одна знакомая вырастить кураж, что он очень хороший, я еще не знала, насколько он хорош, но благодаря комментариям, которые моментально в тот же день пришли к этому видео, я убедилась, что действительно, если говорит один человек, что он хорош, это еще можно поставить под сомнение. А когда говорят 20-30 человек, ни одного комментария негативного вот про этот сорт не пришло. Десятки человек, которые выращивали, все говорят, что это прекрасный огурец. И я без сомнения его сейчас посею, я уже теперь уверена, что он хороший. И еще по рекомендации одной зрительницы я прикупила вот изумрудные сережки. Про него нет, конечно, такого количества комментариев. Просто женщина написала, что она не знала, куда девать вот этот урожай. Я хочу тоже попробовать. Может быть, действительно есть такие огурцы, которые растут сами и не знаешь их куда девать. Но вот могу вам сзади, если где-то, ну, увидите в магазине, может быть, тоже купите. Он скороспелый, что меня устраивает. Вот именно пораньше, пораньше хочется много, чтобы было. Портонокарпик, то, что меня тоже устраивает. И с букетным расположением завязи написано 8-10 в одном узле. Это очень редкое такое большое количество, обычно 2-3-4, ну, 5. Ну, чтобы было 10 в узле, у меня ни разу не было, скажу честно, за всю жизнь. Попробую. Для выращивания в теплицах, под временными укрытиями и в открытом грунте. Сильнорослое, средневетвистое, но больше я не буду ничего читать тут, как обычно, все. Меня вот поразило, что 10 штук в одной. Ну, иногда мы разочаровываемся. Если я разочаруюсь, я вам честно скажу, что то, что там написано, то не соответствует. Вот про кураж все говорят. Так, это те, которые по хорошим рекомендациям. Еще хочу посеять, вырастить шошу. Не потому, что на него хорошие рекомендации. Вот он как раз у нас сомнительный такой экземпляр, потому что кто-то про него пишет, что один раз выращивал, больше не буду. Кто-то пишет, он хороший. Поэтому я хочу на собственном опыте убедиться, что за такой огурец, если он стоит 80 рублей 5 штучек. Наверное, он какой-то особенный, может особо вкусный. Мне его вот в прошлом году еще Наталья Смуглякова прислала. Я, если честно, не открывала пачку, вот сегодня вскрыла. Там, оказывается, еще томаты, какие-то новые новинки сорта. Ну, теперь уж на будущий год. Вот поэтому, смотрите, какие-то я посею, в которых точно уверена, Настя, внучок. Какие-то я посею, на которые только положительные такие отзывы, и что вот он, ну, для всех хороший. Он понравился всем, кто его выращивал. Вот этот я посеяла, который под сомнением. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это, опять же, может быть, кто-то выращивал не так, или погода была неудачна. И все семена разные тоже, вот которые более известны, их фирм, видите, они обработанные. Но я все равно замочила, несмотря на то, что везде пишут, что обработанные семена, вот обработанные только в трех, Кураж, Шоша и Гавриш. Это вот семена вот этих, ну, известных фирм больших, они делают обработку, у них они дорогие. И пишут, я вот повторюсь, хотя пишут, что не надо их замачивать и смывать вот эту вот защитную пленку. Но я все-таки замачиваю все, потому что я хочу посеять росток, ой, семечко именно с проростком, чтобы видно было, что он жизнеспособный, чтобы не посеять пустышку, потому что вот про Шошу говорят многие, что у кого-то хорошо всходит, а у кого-то вообще не всходит. Посеешь, будешь ждать, время упущено. Ну, вообще, вот это выращивание через рассаду, какое имеет преимущество? Что мы сейчас посеем в стаканчик, и если у нас что-то не взойдет, у нас еще будет возможность посеять просто в грунт, в той же теплице или где-то, что мы не упустим время. Мы можем, да, приблизить созревание, вот получение этого раннего урожая, но если у нас не прорастет вот так рассады, мы можем посеять вместе со всеми в грунт. Ну, вот тут дальше идут необработанные, король рынка, и все. И вот Сергей в комментариях к этому же видео, где я написала, что пора выращивать рассаду, он сказал, что хорошие еще семена биотехники, а я тогда сказала, что я даже фирмы такую, не знаю, ни разу не выращивала, но покопавшись у себя в запасниках, я вот нашла, у меня там чего только нет, каких только семян. Я нашла действительно фирму биотехника, написано, не требует отпыления, но он, к сожалению, только у меня годен был до 16-го года, то есть пролежал очень долго, я все-таки его замочила. И я вспомнила эту фирму, я говорила, что не знаю, эту фирму я знаю, но я выращивала у них перец. И меня что приятно удивило, вот у них пачки такие необычные, вот картоновые, они все такие одинаковые, вот картонкие, туда вкладываются. Меня в тот раз, когда я Дольче Итальяна, перец, покупала их фирмы, меня удивило, что они очень подробную рекомендацию пишут по выращиванию. Это очень удобно для новичков, я вот даже сейчас прочитаю, смотрите, здесь написано. Но я не буду говорить, что это картонарка, карпик, ранеспелый, зависть букетная, ну как обычно. Тут написано, что для регионов с прохладным климатом необходим рассадный способ выращивания. То есть производитель сам рекомендует, чтобы мы все-таки не сразу семечком в грунт сеяли, а рассадный способ. Тут написано, семена высевают так-то, так-то, тут даже указан состав грунта. Две части перегноя, одна часть дерновой земли и одна часть песка, то есть они нам дают, вот как инструкцию, что должна быть жирная земля при обладании перегноя. Но я песок не добавляю, у меня нет, я беру две части перегноя, две части дерновой земли. Тут написано, что температура должна быть 20-23 и не допускать снижения температуры ниже 14 градусов. Прочитав такую подробную инструкцию, вы без труда поймете, как нужно выращивать огурцы, какая температура им нужна. Все, я заканчиваю эту тему. Вот сейчас я показала, какие огурцы я выбрала для посева в теплицу и почему именно эти сорта. Но будет потом еще одна волна посева, будут для открытого грунта. Огурцы нужны разные и для раннего урожая салатные, и для засолки, вот эти корнишончики. Какие буду высаживать, я все буду вам показывать. До свидания, с вами была Ольга Чернова и мои огурчики.